Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня пятница, 7 октября 2016 года. По пятницам мы с вами начинаем наши эфиры с обзора иностранной прессы, которую проводит Дмитрий Подберезкин, наш политолог-аналитик, ведущий радио. И после этого мы продолжим обсуждение основных тем международной повестки дня, которые мы с вами рассматривали в понедельник и в среду, особенно в среду. Но, кстати, многие телезрители обратили внимание на то, что вопрос плутония и наших претензий к Соединенным Штатам мы еще не рассмотрели. Рассмотрим. Давайте посмотрим сначала обзор иностранной прессы. Обзор иностранной прессы. Черным по белому. Камера, мотор. Начали. Дорогие друзья, я Дмитрий Подберезкин всех приветствую и предлагаю ознакомиться с содержанием последних публикаций на зарубежных сайтах и в зарубежных газетах. Черным по белому. Начнем с американской газеты Washington Post. Она утверждает, что администрация президента США Барака Обамы всерьез рассматривает возможность авиаудара по сирийским войскам. Сейчас в Сирии стратегическая инициатива находится на стороне правительственных сил и американцам надо что-то срочно менять. Политическими методами это сделать практически невозможно. Поэтому США и думают ударить по сирийцам с воздуха. Но как отмечает Washington Post, сам Барак Обама вряд ли одобрит авиаатаку. Ему скоро на покой и ввязываться в сомнительную авантюру как-то не очень хочется. Черным по белому. В Эстонии избран новый президент Керсти Кальюлайт. Как пишет немецкий журнал Шпигель, новый эстонский лидер продолжит старую антироссийскую политику. Уж слишком по мнению издания Керсти исповедует антирусские настроения. К тому же новому президенту, то есть президентше, нужно доказать, что она еще и беззаветный патриот. Ведь недавно брат новой главы страны Раймонд, занимавший пост руководителя одного из районов Таллина, попался на растрате казенных денег. А чем в Эстонии можно смягчить родственные воровские связи? Конечно же, с жесткими антироссийскими высказываниями. То есть, скажет Керсти, брат у меня вор, но мы всей семьей не любим Россию. Значит, мы приличные люди, то есть воры. Черным по белому. Норвежская газета Автонпостен опубликовала сенсационную статью. По секретным данным издания, президентские выборы в России состоятся не в 2018 году, как требует Конституция, а 12 месяцами ранее. Газета пишет, что ее журналистам удалось разговорить чиновников российского министерства финансов, которые якобы и сообщили, что выборы перенесены на год ранее и на них уже выделено 14 миллиардов рублей. Но самое главное, по данным Автонпостен, Путин не будет избираться. Он так устал от президентской работы, что хочет отдохнуть и уже подбирает себе преемника. Новость и правда сенсационная. С учетом того, что ни американская ЦРУ, ни израильский МОСАД, ни британская МИ-6 подобной информацией не владеют, у норвежских парней из Автонпостен просто уникальные возможности или уникальная фантазия. До встречи. Давайте поговорим о законопроекте, который внес Владимир Путин на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания нового созыва, в котором в этом законопроекте предлагается приостановить участие Российской Федерации в договоре о утилизации оружейного плутония. Этот договор был заключен между Российской Федерацией и Соединенными Штатами в 2000 году. Но самое интересное, вообще этот договор и законопроект, который сейчас, в общем-то, обсуждается. Кстати, нужно сказать, что после внесения этого законопроекта вся мировая общественность как будто воды в рот набрала. Так-то все комментарии относительно того, что Россия бомбит Алеппо, что Россия уничтожает мирных жителей, это все прямая ложь, потому что на самом деле нет ни единого доказательства того, что Российская Федерация вообще хотя бы один раз разбомбила какой-нибудь гражданский объект. А при этом мы с вами чуть ли не каждый квартал, не каждый месяц слышим сообщение о том, что американская авиация как не свадьбу разбомбила, так какой-нибудь госпиталь Красного Креста. И с этой точки зрения, конечно, западные СМИ очень быстренько так и очень активненько перевирают. Но мы к этому с вами привычны. А что касается законопроекта, все молчат, потому что тональность, которая в этом законопроекте, и особенно пояснительная записка, ведь что там говорится? В 2000 году Россия и Америка договорились о том, что высокотоксичное радиоактивное оружейное топливо, которое называется Плутоний-234, по-моему, это оружие, оно в природе присутствует в очень ограниченных количествах, оно достигается искусственным путем, путем обогащения урана. У него период полураспада несколько тысяч лет, и, собственно говоря, это чрезвычайно неэкологичное топливо. Его накопилось несколько сотен тонн, и в России, в Советском Союзе, в смысле, это было еще сделано, на территории России, в Соединенных Штатах Америки, и было принято решение утилизировать примерно 30% этого топлива с обеих сторон. При этом нужно сказать, что фактически весь вот этот период, 16-летний, после подписания договора, ситуация изменилась. Дело в том, что в 2000 году НАТО еще не расширило свои восточные границы до границ Российской Федерации. Военная инфраструктура НАТО не приближалась таким образом к территории Российской Федерации. Не было санкций, не было государственного переворота на Украине. И вот этот законопроект увязан со всеми этими обстоятельствами, и в нем утверждается, что Российская Федерация приостанавливает свое участие в этом договоре. А вот эта часть внешнеполитическая, ультиматум Соединенным Штатам Америки, фактически, там написано, что мы готовы вернуться к исполнению этого договора, при условии, что военная инфраструктура НАТО у российских границ будет отброшена по состоянию на 2000 год. Правда весело, да? Будут компенсированы все потери от введенных санкций, включая потери от контрсанкций. И так далее, и так далее. И там, в общем-то, список условий, при которых Россия готова откатиться к состоянию 2000 года. И нужно сказать, что это сделано, в общем-то, тоном, который на протяжении последних 25 лет ни одна страна мира по отношению к Соединенным Штатам себе не допускала. Это знаковый законопроект, знаковый ход внешнеполитический, который, кстати, имеет отражение, имеет определенное действие и внутри страны, потому что мы с вами понимаем, что 25 лет после распада Советского Союза здесь есть определенные силы, которые работают на Соединенные Штаты Америки. Принятие этого законопроекта отсекает их от хозяев. И таким образом Российская Федерация демонстрирует всему миру, что однополярный мир вот уж точно на сегодня закончен. И это на самом деле событие, которое, в общем-то, произвело фурор во всей международной повестке дня. И нужно сказать, что особых комментариев, возмутительных там или каких-то оправдательных, не происходит. Все набрали как в рот воды, потому что никто не знает, как реагировать на такой ход. Это непривычно, это не вписывается в установившийся порядок вещей и, в общем-то, некая пауза. Но хочу обратить внимание на очень интересный момент. Вообще ядерная тематика сегодня, вот в эту неделю, она приобрела особый характер. Дело в том, что кроме вот плутониевой темы, у нас с вами есть еще урановая тема. Мы с вами наблюдаем за тем, что в Соединенных Штатах разворачиваются выборы президента Соединенных Штатов. Состязаются Хиллари Клинтон, представитель демократической партии, и Дональд Трамп, представитель республиканской. Хиллари Клинтон, персонаж у нас достаточно известный. Это жена президента Клинтона, Билла Клинтона, который у нас знаменит бомбежками Белграда. В его период это все осуществилось. Агрессия и расчленение Югославии. А потом Хиллари Клинтон у нас в начале десятых годов, то есть вот после Барака Обамы, когда он стал президентом, она занимала пост госсекретаря. Так вот, дело в том, что ядерная тематика у нас с Соединенными Штатами движется не только вокруг Плутония. Но хочу обратить внимание, что 18 февраля 1993 года было заключено соглашение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об использовании обогащенного урана, который должен быть забран из ядерного оружия, извлеченного из ядерного оружия. И по этому соглашению Российская Федерация обязалась передать, продать Соединенным Штатам Америки порядка 500 тонн. Это достаточно большая цифра обогащенного урана Соединенным Штатам за смешную цену, которую я точную цифру сейчас по памяти не назову, но это примерно в 45-47 раз дешевле, чем устоявшаяся цена на мировом рынке. Ельцинская команда эти деньги положила себе в карманы, таким образом, фактически это означало, ну, ядерное разоружение в одностороннем порядке Российской Федерации. И, казалось бы, ну, и мы с вами, в общем-то, про 90-е годы много чего знаем, про развал Советского Союза обсуждали уже со всех сторон, но, тем не менее, история пошла совершенно другим путем. Договор был заключен на 10 лет, с 93-го по 2013-й, на 20 лет. И получается, что за этот период американцы расслабились. Дело в том, что у них появилось огромное количество дармового урана. Они прекратили разработки урановых руд и, на самом деле, особо и в ус не дули. И при этом получилась ситуация, что Сергей Кириенко, вот тот самый знаменитый премьер-министр, который возглавил правительство на короткий период, во время дефолта 1998 года, а сейчас занимает, занимал до недавнего времени пост главы Росатома, за это время Росатом осуществил, ну, просто сногсшибательную, просто фееричную спецоперацию по захвату монопольного положения на подобычу урана в мире. Дело в том, что Росатом владеет контрольными пакетами акций основных мировых добытчиков, разработчиков урановых руд. Причем это касается не только Евразии, но и самих Соединенных Штатов Америки. Причем в результате того, что случилась авария на Фукусиме, и ядерный рынок, в общем-то, пошатнулся. Люди не очень-то понимали, а как будет развиваться атомная энергетика дальше. Если вы помните, Федеративная Республика Германии даже приняла решение отменить атомную энергетику на своей территории, на что Путин на одной из встреч даже сказал, а вы чем-то питываете дровами, так дрова у нас тоже в Сибири. Таким образом, когда весь рынок сжался, Росатом, тем не менее, проводил экспансионную политику по захвату урана в их месторождении и компаний, которые их разрабатывают. Но самое интересное, что госсекретарь Хиллари Клинтон замешана в том, что эти сделки осуществились в интересах Росатома. И сейчас предвыборная кампания между Трампом и Клинтон, в общем-то, ведется не только на тему, что Трамп является агентом Кремля, а еще и на тему то, что Хиллари Клинтон является коррупционным чиновником, который за большие взятки отдала Кремлю все урановые месторождения, в результате чего Российская Федерация на сегодняшний момент является монополистом в разработке урановых рут. И вообще Росатом во главе с Сергеем Кириенко за прошедшие годы достиг определенных успехов и технологических, и политических, и, я думаю, даже оперативных в каком-то смысле. И вот эти события, которые происходят на ядерных рынках, на ядерных темах, площадках, они на самом деле вызывают уважение и восхищение. Одна из наших телезрительниц, когда узнала об этом, а мы обсуждаем в кулуарах, встречаемся, там делаем мозговые штурмы, она говорит, я, она такая уже в возрасте, она говорит, я в Советском Союзе так не уважала свою страну, как сегодня. Это дорогого стоит. Но хочу вернуться к плутониевой теме. Дело в том, что когда было подписано в 2000 году соглашение об утилизации плутония, оружейного, да, то речь шла о достаточно интересном технологическом способе утилизации. Дело в том, что страны, которые подписали это соглашение, Россия и Соединенные Штаты Америки, они брали на себя обязательство 30% своих запасов оружейного плутония утилизировать. Утилизировать технологически как? На тот момент, кстати, и не было разработано технологии, но государство, подписав, взяли меморандум о том, что они такие технологии разработают. И вот оказалось, что по прошествии вот этого периода времени, с 2000 года, а НАТО продвигается к границам России, Россия находится в достаточно ослабленном положении, она находится под, в какой-то степени, под внешним управлением. Особо в сторону Центра мирового управления не возникает, но тем не менее возникает ситуация, при которой расслабленные американцы, собственно говоря, списали огромное количество денег, примерно 7,7 миллиардов долларов, на разработку технологии утилизации оружейного плутония. И, в общем-то, ничего за эти деньги еще толкового не достигли. Была какая-то экспериментальная установка. Кстати, этой темой утилизации высокорадиоактивного топлива занимаются несколько стран в мире. Это Соединенные Штаты Америки, Франция, Япония, естественно, и Россия, ну и Китай. И получается, что достижение во всем мире по вопросу утилизации достигло только Франция. Она разработала опытный реактор, а все остальные страны особо и не продвинулись. И только на территории Российской Федерации. Вспоминаем все вот эти разговоры, что бензоколонка Запада, что Рашка, которая ничего не умеет, она не может даже сделать седьмой айфон и так далее, но, тем не менее, весь мир тратит колоссальные деньги. Уже потрачено примерно 8 миллиардов на строительство, даже не на строительство, на исследование. А у нас за 280 миллионов долларов уже построен промышленный образец реактора, который использует так называемое МОКС-топливо. Дело в том, что вот этот оружейный плутоний, его можно сжигать в реакторах обычных мирных атомных электростанций. Но для этого его надо переработать в другое топливо. Слово МОКС содержит первую букву, означает микс, смешанный. То есть там добавляется особым образом обработанный уран. Топливо становится менее радиоактивным, но, тем не менее, его можно использовать в мирных атомных электростанциях. И таким образом безвозвратно утилизировать оружейный плутоний. Дело в том, что количество этого оружейного плутония на планете таково, что даже за вычетом вот этих 30%, которые обязались Россия и Соединенные Штаты уничтожить, утилизировать безвозвратно, а количество остального плутония, который остается, его достаточно, чтобы уничтожить все живое на планете при помощи боеголовок, ну, несколько десятков, а то и сотен раз. И получается, что этот договор, который был заключен в 2000 году, представьте себе уровень планирования, уровень оперативной работы. То есть Россия в 2000 году на уровне подписания такого договора, она прекрасно представляла, как будут развиваться события. Конечно, с определенными там корректировками, с определенным люфтом, но вся эта спецоперация не могла, которая длится на секундочку 16 лет, она не могла быть спонтанной. Она была четко запланирована, и в этой операции работали МИД, Министерство обороны, Росатом, наши, в общем-то, все представительства в других странах. Тот факт, что Клинтон засветилась в том, что за взятку помогла Росатому приобрести урановые месторождения в самих США. Это все единая машина, которая под прикрытием того, что мы, в общем-то, являемся наследниками Советского Союза, мы там поднимаем экономику и так далее, и так далее. Мы не являемся центром концентрации управления, как это было во времена Советского Союза. Это все была такая мишура, дымовая завеса, в результате которой, под которой Россия делала свое дело. И на сегодняшний день, когда наша сотрудница говорит, я так не уважала Советский Союз, как сегодня Россию, мы получаем результат, в результате которого, да, мы не только... Речь даже не идет о седьмых айфонах, речь не идет об автомобилях. Вся планета не способна сделать технологию по утилизации оружейного плутония. И только Российская Федерация уже вовсю в сентябре прошлого года была запущена реактор на одной из атомных электростанций, был запущен реактор по переработке вот этого оружейного плутония в виде МОКС-топлива. И вот это на самом деле, это событие, оно соизмеримо с полетом первого человека в космос. То есть технологический тупик, который образовался в результате вот ядерной энергетики, в результате применения урана в качестве топлива для ядерного оружия, когда есть огромное количество отходов атомных электростанций, когда есть огромное количество побочных эффектов от применения, транспортировки, логистики, ядерного оружия и так далее, и так далее, у России на сегодня есть технология утилизации, а у остального мира нет. И это на самом деле с точки зрения информационной работы с населением дорогого стоит, чем я вас всех и поздравляю, уважаемые телезрители и радиослушатели. На сегодняшний момент само принятие закона проекта, вернее подача на рассмотрение Государственной Думы о том, что мы приостанавливаем свое участие в договоре по утилизации оружейного плутония. Это является политическим актом, который символизирует возврат практически полного государственного суверенитета Российской Федерации по прошествию последних 25-26 лет. И это на самом деле дорогого стоит, я предлагаю всем по этому поводу вечерочкам сегодня в пятницу это дело отметить, Россия сосредотачивается. Вспоминаете, как после Крымской войны, после поражения фактически в Крымской войне, когда по итогам ее коалиция западных государств приняла ряд постановлений, которые ущемляли права России, министр иностранных дел России того времени, граф Горчаков, он в результате определенных дипломатических, тайных операций, когда Россия в результате за буквально несколько лет не только восстановила все свои территории, восстановила свое влияние, восстановила свое могущество на всех территориях, которые ранее принадлежали Турецкой Османской империи, Россия начала делать вдох. И тогда Горчаков сказал, да нет, это естественный процесс, Россия сосредотачивается. И вот это сосредоточение России, которое мы наблюдали в 19 веке, которое мы наблюдаем сейчас, это является основой нашего с вами нормального настроения. Все вот эти панические разговоры о том, что Соединенные Штаты, в общем-то, нам угрожают, что есть обострение, оно безусловно есть, есть напряжение. Оно прежде всего связано с выборами Соединенных Штатов Америки, когда для предвыборной кампании Соединенные Штаты Америки готовы пойти на обострение отношений со всеми своими прямыми союзниками, как то Саудовская Аравия и другие страны, которые, собственно говоря, базируются в Персидском заливе. И вот все эти события нужно рассматривать через призму того, что воевать с Российской Федерацией сегодня никто, в общем-то, особо и не собирается. Пякин правду сказал, когда в среду мы с ним говорили по скайпу, что за всю историю Соединенных Штатов Америки, а история-то небольшая, Соединенные Штаты Америки побеждали только страны, которые были несоизмеримы по своей военной мощи. Они никогда не использовали сухопутные войска, а только либо корабельную артиллерию, либо авиацию, когда она появилась. Собственно говоря, война в Ираке это подтвердила. Наземная операция – это слабое место всех конфликтов. И даже в тех операциях, которые проводились против слабых, крохотных государств, там американцы умудрялись доводить свои потери до такого уровня, что, ну, в общем-то, другие страны пожимали плечами. Я ни в коем случае не пропагандирую сейчас ура-патриотизм, что забросаем шапками, а надо аккуратно смотреть за всеми событиями, надо аккуратно наблюдать за всей обстановкой международной, надо успокаивать паникеров слева и справа. Тут-то ведь в чем суть информационной работы? Не только растолковать и правильно расставить акценты, а еще выявить в своей среде людей, которые паникуют, которые там сеют рознь. Вот вчера я забанил в социальных сетях одну девочку, которая из Москвы, которая в каждом своем посте, ну, пишет, например, такие вещи, что вот, она была в ФМС, она тоже не, ну, откуда-то приезжая, но не из Украины. И вот она увидела, что в ФМС сегодня очень много украинцев, их больше, чем, например, несколько месяцев назад. И она говорит, ну что, допрыгались полудурки. Вот такая фраза. На самом деле, даже по уголовному законодательству, сеяние национальной розни по национальному признаку это приготовление или совершение уголовного преступления, по которому уже можно получить ответку. Но с другой стороны, дальше подключив свои связи по социальным сетям, мы тут же выяснили, что это просто обычный тролль, который сидит на трех аккаунтах и всеми своими постами сеет ненависть русских к украинцам, а украинцев к русскими. И получается, что вот информационная работа с той стороны по стравливанию фактически одного суперэтноса. Русские что на Украине, что мы с вами-то в Крыму это понимаем. Мы понимаем прекрасно, что там есть прыгающие, там есть скачущие, там есть люди, оболваненные пропагандой, но мы также и понимаем, что там огромное количество наших людей. Там страна осталась 35-миллионным населением. И утверждать, что там все бандеровцы, и что там все скачущие, тоже ни в коем случае нельзя. Иначе эта ненависть, она будет топливом для войны на десятилетия, как это, например, между Пакистаном и Индией. Или там других примеров полно, в том же Китае и Тайване. Нам с вами нужно очень аккуратно, очень продуманно относиться ко всем вбросам и фильтровать любого спикера, который в социальных сетях начинает гнать истерику, на предмет того, что нам ни в коем случае нельзя посевать ненависть между Россией и Украиной. Особенно вот в этой ситуации, когда Россия расправляет плечи, когда она сосредотачивается, когда она возвращает полностью государственный суверенитет, следующий ход должен быть не сеять ненависть, а возвращать в русский мир все свои территории, включая Прибалтику в том числе, включая страны социалистического содружества. Это стратегическая задача, которую мы с вами должны преследовать, которую мы с вами должны иметь в уме. Это задача, которую мы должны совершить, реализовать в ближайшую пятилетку, никак не более. И если вот эту задачу иметь в голове, то на самом деле все у нас с вами будет хорошо. Я предлагаю держать хвост пистолетом, держать голову в холоде и ни о чем, собственно говоря, особо не паниковать. В эфире была информационная война. Сегодня пятница, 7 октября 2016 года. Встретимся с вами в понедельник. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok